Алексей Ягудин навсегда вошел в историю фигурного катания как олимпийский чемпион игр в Солт-Лейк-Сити 2002 года, когда он под руководством Татьяны Тарасовой выиграл сражение у Евгения Плющенко и покорил всех короткой программой зима. Газета РУ рассказывает историю успеха фигуриста и повествует об его нынешней жизни. Обстановка в группе Мишина не была простой. Когда Ягудин попал к профессору, он оказался самым младшим из его подопечных. При этом основное внимание на льду наставник уделял своей главной звезде Алексею Урманову, а в раздевалку вообще не заходил, из-за чего в команде процветало что-то вроде дедовщины. После одной моей победы парни привели меня в раздевалку, закрыли в шкафчике для одежды и продержали там более часа, рассказывает Ягудин в своей автобиографии. Впрочем, относительно быстро в группе появился Евгений Плющенко, который был младше Алексея на два года, и соответственно, принял основной огонь от старших товарищей на себя. В последующие годы Ягудин становится одним из самых прогрессирующих фигуристов мира. В сезоне 1995-96 он выигрывает чемпионат мира среди юниоров, затем переходит во взрослые катания и завоевывает бронзовые награды на чемпионате России и чемпионате мира. Ну а с сезона 1997-98 Алексей становится главной звездой мирового фигурного катания. Второе место на чемпионате России, победа на чемпионате Европы и статус главного фаворита на Олимпийских играх в Нагана, 1998 играют с ним злую шутку. Российский фигурист простывает под кондиционером и проваливается на играх как в короткой, четвертое место, так и в произвольной программах, оставаясь только пятым в общей таблице. Мишин винил спортсмена в простуде на главном старте четырехлетия, тем более игры выиграл в итоге Илья Кулик, подопечный главного конкурента профессора Татьяны Тарасовой. Я долго ломал голову над тем, почему Мишин постоянно посылает Урманова и меня на одни и те же состязания. Почему он не дает мне шанса выйти из тени моего старшего товарища? Откровенничал фигурист в автобиографии. Наконец, меня осенило, Мишин хотел, чтобы я постоянно проигрывал Алексею. Пока я пытался вырваться из этого замкнутого круга, Плющенко выступал в других турнирах, выигрывал их и набирал силу. Допускаю, уже тогда Мишин видел в жене своего нового фаворита. Я набрался храбрости и позвонил ей в Германию, Тарасова проводила отпуск в Ганновере с мужем-пианистом. Газета Ру, срывающимся от волнения голосом объяснил свою ситуацию. Татьяна Анатольевна внимательно выслушала, сказала, что сейчас очень устала, и попросила перезвонить через неделю, рассказывает Ягудин. Успех к новому тандему пришел далеко не сразу. Ягудин намекал, что президент Федерации фигурного катания на коньках России, Факр, Валентин Писеев сообщил спортсмену, что в случае перехода он больше ничего не выиграет, и винил именно Факр в своем проигрыше Плющенко на чемпионате России, 1999. В итоге чемпионат страны за всю свою славную карьеру Алексей так ни разу и не взял, в то время как его главный конкурент побеждал на национальных первенствах аж 10 раз. В итоге в предолимпийский сезон Алексей оказался сплошь серебряным, да и в год Олимпиады в Солт-Лейк-Сити чаще проигрывал ученику Мишина, приехав в США в статусе андердега. Подготовка к играм 2002 проходила для Алексея крайне тяжело. У него не получалось катать чисто на тренировках, и это выводило его из равновесия. Дошло до того, что Тарасова разок даже залепила ученику по щечину, а еще наняла тому психолога. Однако к самой Олимпиаде Ягудин все-таки был в боевой готовности и поразил мир своей короткой программой под названием «Зима», тогда как Плющенко упал с четверного тулупа и остался после первой части соревнований только четвертым. Когда Плющенко упал в короткой, я подпрыгнул и закричал «Да, да, да». Вряд ли эта выходка красит меня, но на карту было поставлено слишком многое, и я не мог, да и не хотел скрывать свою радость. В тот момент я понял, что стану чемпионом, написал в своей книге Алексей. Он сел со мной рядом. На секунду мы взглянули друг другу в глаза. В этот момент я подумал, как ты будешь кататься, Женя не имеет ровным счетом никакого значения, потому что победителем буду я. Однако на этом карьера Алексея фактически была закончена. Он еще выиграл чемпионат мира, но дальше травмированное бедро дало о себе знать настолько, что в итоге фигуристу полностью заменили сустав на титановый. Впрочем, Алексей нашел себя и в жизни после спорта. Прославленный спортсмен участвует в ледовых шоу, ходит на телепередачи и комментирует соперничество Алины Загитовой с Евгением Медведевой, не стесняясь в выражениях в адрес фанатов. У него все хорошо.